Привет! Вы на отличном техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что 100000 качественных запчастей ждут вас, так что заходите на наш сайт и заказывайте. Также у нас есть быстрая доставка и не забывайте голосовать за нас в рейтинге Рунета. Наш сайт «АвтоСтронг-М.ру» участвует в нем. Ссылочка будет в первом комментарии. В комментариях вы просили BMW. Итак, встречаем BMW N45. В начале 2000-х годов компания BMW запустила новую линейку двигателей. Все они обозначались буквой «N» в индексе. Первым был N42. Этот мотор получил весь пакет новшеств. От алюминиевого блока до системы «Велфтроник». Кстати, мы его уже разбирали. В 2001 году был представлен двигатель N40. Он был без «Велфтроника», а в 2004 году его модифицировали и получился N45 мощностью 116 лошадиных сил. Его устанавливали на BMW 1-й серии E87, а также на BMW 3-й серии E46 и E90. Если в двух словах, то это самый простой двигатель, который устанавливали на BMW 1-й и 3-й серии. То есть без «Велфтроника», без балансирных валов, без EGR и без коллектора изменяемой длины. Рассказывать о проблемах и особенностях двигателя N45 мы будем на примере этого двигателя, снятого с BMW 116 2007 года с пробегом 160 тысяч километров. Одна из причин, почему двигатель N45 не заводится – это бендикс. Дело в том, что пружины просаживаются, зубья стачиваются, и бендикс просто не может схватить венец маховика и провернуть коленвал. Также выходы из строя связаны с недостатком смазки либо ее загрязнением. Смазка должна быть качественная и термостойкая. Бендикс можно отремонтировать, либо же можно просто купить отличный бэушный стартер в «АвтоСтронг-М». Правда, вы уже видели, как тяжело он снимается даже с демонтированного двигателя. Генератор двигателя N45 снабжен обгонной муфтой. Она не вечная. Если она выходит из строя, то в момент остановки двигателя либо в момент движения автомобиля под капотом раздается скрежет и шумы. Только двигатель N45 среди своих собратьев оснащен всасывающим струйным насосом, который создает разрежение для усилителя тормозов. По сути, он усиливает разрежение, которое присутствует во впускном коллекторе. Обычно он служит долго и может загрязниться из-за картерных газов. У BMW первой серии тройки E90, BMW X1 и BMW Z4 есть слабое место. Это плюсовой провод, тянущийся от АКБ, который стоит в багажнике, до блока предохранителей. В районе заднего правого колеса длинный плюсовой провод через клемму с двумя шпильками соединяется с коротким. Это место очень плохо защищено от грязи и соли. Со временем провод просто перегнивает и отваливается от наконечника. В этом случае двигатель N45 не заводится, но легко может ожить от прикуривания. Либо же он может просто заглохнуть на ходу и отрубится вся электроника, ведь контакт же потерян. Если контакт плохой, тогда двигатель впадает в аварийный режим, плохо тянет и появляется ошибка о неисправности ЭБУ. В таких случаях надо менять наконечник. Кстати, дилеры меняли наконечник и провод по гарантии. Двигатель N45 легкий, но его подушки имеют свойство просаживаться при пробеге в 100 тысяч километров. И тогда мы получаем вибрации. Но если этот двигатель работает в паре с АКПП, то подушки АКПП рвутся еще чаще. На двигателе N45 обороты не просто могут плавать, а могут скакать. То есть при холодном запуске они поднимаются до 3000, потом падают обратно, но потом эта проблема снова проявляется. Она лечится перепрошивкой ЭБУ у дилера. При всей своей технологичности двигатель N45 течет маслом. Течь дает прокладка клапанной крышки. Обычно запотевания начинаются в задней части над коллектором. Недолго ходят уплотнительные колечки под клапанами фазовращателей Vanos. Потеет уплотнитель стакана масляного фильтра. И еще одно очень важное место – это болт-натяжитель направляющей планки цепи ГРМ. Но о нем чуть позже. Сзади на ГБЦ есть крышка-заглушка, которая прикрывает канал охлаждения. Она может потечь антифризом, если давление повысится. Если в двигателе N45 происходят подсосы воздуха, то чаще всего виной всему прокладка дроссельной заслонки. Ее просто надо заменить. В остальном дроссельная заслонка ходит без каких-либо нареканий. И давайте обратим внимание на качество исполнений баварской дроссельной заслонки. Она пластиковая. Впускной коллектор на двигателе N45 совсем обычный, можно сказать, даже пассивный. Никакая геометрия в нем не изменяется. А вот та самая прокладка стакана масляного фильтра, которая течет маслом. Катушки ходят исправно 100000 километров. И при выходе из строя одной из катушек появляются ошибки о пропуске зажигания в соответствующем цилиндре. В клапанной крышке вот здесь стоит диафрагма клапана вентиляции картерных газов. Если она рвется, то масло попадает во впуск и в камеры сгорания. А мы знаем, что это очень плохо. Мембрану легко диагностировать. Достаточно просто снять пробку маслозаляной горловины. Во-первых, при работающем двигателе она должна присасываться. И когда мы ее полностью снимем, двигатель должно колбасить. Если двигатель колбасит, то это хороший знак. Значит, мембрана цела. А если двигатель не колбасит, значит мембрана разрушена. По заводу мембрана идет с клапанной крышкой. Новая клапанная крышка стоит 350 долларов. Но лучше купить бэушную в «АвтоСтронг» по отличной цене. И, кстати, уже продаются неоригинальные мембраны. Для замены неоригинальной мембраны надо хорошенько нагреть люк над мембраной. Он снимется и поменять мембрану. Два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют. Отвод системы «Вальтроник» отсутствует. Такой рыжий лаковый налет – абсолютно нормальная ситуация для горячих двигателей BMW. Здесь мы видим износ на распредвалах. И посмотрите, вот эта управляющая планка у нас разрушена. Наверняка у кого-то возник вопрос, что это за трубочка? Это типичное решение BMW для орошения маслом кулачков распредвалов. Клапаны фазовращателей начинают течь маслом по разъемам, в результате чего нарушается их работа. И нарушается регулирование фаз газораспределения, после чего двигатель начинает работать нестабильно и дергаться. Здесь мы наглядно видим, как могут засоряться сеточки клапанов, но в лайтовых случаях эту проблему можно решить жидкостью для чистки карбюратора. Такие проблемы с маслом очень типичны для горячих двигателей BMW, потому что термостат открывается при температуре в 95 градусов. И в таких условиях масло очень быстро деградирует и превращается вот в это. На моторах N45 цепь ГРМ требует вмешательства на пробегах 100-150 тысяч километров. Когда цепь растягивается, то вы слышите характерный цокот, который очень хорошо слышен в салоне. В данном случае у нас цепь изношена, потому что ее звенья натянуты под углом. Натяжитель цепи выполнен в виде болта с подвижным поршнем, меняется легко, служит недолго. Обычно, что первое делают владельцы BMW, когда слышат цок от цепи на холодную, это меняют вот этот болт. Кроме того, из-за этого болта двигатель при смешных пробегах в 15-20 тысяч километров может лишиться всего масла. Болт просто выкручивается. И так как масло подается к нему под давлением, то, соответственно, под давлением оно все и вытекает. Буквально за 15 минут двигатель может лишиться практически всего масла. Обычно болт выкручивается из-за брака вот этого уплотнительного кольца. Здесь оно у нас в виде ромашки старого образца. Новое же кольцо полностью круглое. А теперь пару слов о замене цепи ГРМ. Распредвалы фиксируются, снимаются клапаны, снимаются штифты успокоителей, снимается звезда. Затем снимаются ваносы, выкручивается вот этот болт и цепь просто поднимается. Муфты Vanos довольно надежные. Сократить их срок службы может хреновая масса. В таких случаях в местах соприкосновения корпуса с краями лопаток возникают задиры. Часто изнашиваются планки натяжителя цепи. Пластика, вернее второпласт из которого они сделаны, не выдерживают воздействия горячего масла. Масло разогревается до 120 градусов. Пластик становится хрупким и они обламываются. А происходит это по такому сценарию. Гидравлический натяжитель ослабевает и изнашивается. Цепь ослабляется и начинает барабанить по направляющей. Направляющая разрушается, и куски попадают в маслозаборник. К слову, сетка маслозаборника сделана из того же пластика. То есть эти куски могут ее пробить. Тогда эти куски попадут в маслонасос. Маслонасос их нарубит на мелкие куски и эти мелкие кусочки разлетятся по всей масляной системе. Даже масляный фильтр не задержит эти пластиковые куски, потому что они просто могут пробить бумагу. И вся эта ситуация может привести к проворачиванию вкладышей. В нашем случае направляющие у нас целые, но слегка травмированные. Вот это направляющие и верхние направляющие. Сняли бугеля и увидели, что все шейки распредвалов изношены. Привет хорошему маслу! В передней части распредвалов находятся небольшие металлические уплотнительные колечки с замочками. Бывает, что замочки обламываются и тогда масло, которое должно попадать в ванос, течет мимо кассы. И муфта ваноса начинает барахлить. По нагару видно, что двигатель ел масло. И масло сюда попадало через маслосъемные кольца. Такой же нагар мы видим в выпускных окнах. И если посмотреть вот в окно первого цилиндра, то на стержнях выпускных клапанов мы увидим свежее масло. И похоже, что маслосъемные колпачки тоже подходили к своему концу. В двигателе N45 расход масла на угар это довольно частая проблема. Происходит она при пробеге в 100 тысяч километров. Дело в том, что масло в камеру сгорания попадает через задубевшие маслосъемные колпачки. При этом при запуске на холодную машина начинает дымить, а сообщение о доливе масла появляется каждые 3-4 тысячи километров. Вылечить маслосъемные колпачки можно только их заменой, а продлить им жизнь можно своевременной заменой масла, каждые 7-8 тысяч километров. Блок у нас алюминиевый, гильзованный, гильзы у нас чугунные. Хон присутствует. Небольшие потертости на верхней части цилиндров. Задиров нет. Но что смущает, это нагар на донышках поршней. Вот те самые пластиковые крошки с натяжителя. И заметим, что здесь есть датчик уровня масла, а щупа в этом моторе нет. Пластик натяжителя здесь реально везде, и это происходит из-за того, что цепь, как дурная, начинает биться об успокоитель и выкрашивает его вот таким образом. По состоянию поршней маслосъемные кольца у нас сильно закоксованы, но не залегли. Компрессионные кольца подвижны, графитовое напыление присутствует не стерто, но вкладышем да. Сняв поршни в масляных каналах коленвала, мы увидели крупицы подгоревшего масла. Поэтому можно судить насколько весь мусор, который в масле, распространяется по всей масляной системе. Кроме того, на шейках коленвала мы видим мелкие фрагменты того самого пластика с натяжителями. И неудивительно, почему шатунные шейки задраны. Разборка закончена и те проблемы, которые мы увидели в данном моторе, этому мотору по большому счету не так-то и свойственны. Но если владелец о них не знает и забивает на своевременное обслуживание и замену масла, милости просим, скоро они к вам придут. На этом у нас сегодня все. Обязательно подпишитесь на канал и будете в курсе самого лучшего технического контента. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».